Говорят, плюшевый медведь вновь бежал из мест заключения. Ориентировки на него висели в каждом отделении милиции. Вся милиция ходила с тусклыми лицами, а мы наоборот. Говорят, его видели в столовой, он брал пирожки и компот. Говорят, его видели в промзоне, он спал на газоне, подстелив кусок клеенки. Говорят, его видели в частном секторе, он пил воду из колонки. Мы знали, он где-то рядом, он не уйдет далеко. И мы оставляли ему в подвале хлеб и молоко, папина пальто, стихи бортов, немного меда, зеленки и йода, иголку и нитку для зашивания рам, старый мобильник, у которого треснул экран. Вчера я увидела его, когда шел в магазин. Он был не один. Он лежал на серой машине, руки за спину, лицом в капот. У него был скорый живот. Он повернулся ко мне, глаз висел на одной нитке. Понимаешь, сказал он, просто добро движется чуть медленнее улитки. Ему нельзя поспешить, чтоб нечаянно не совершить ничего плохого. А зло, оно-то, конечно, спешит. Не то слово. И зла не надо бояться. Надо бояться стать частью зла. Потом он начал смеяться, и машина его увезла. В колесах машины снег, грязь, кровь, вода, синтепон. Я еще постоял и пошел в подвал, чтоб оставить ему молоко и батон. Золотая осень, черный листопад. Если ты не прятался, ты не виноват. Ты не виноват. Ты не виноват.